Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, звоните из-за рубежа код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Алексей Анатольевич, сегодня мы видим, что весь мир постепенно ослабляет те ограничительные меры, которые были введены из распространения коронавируса, пандемии. Вы, как специалист, как оцениваете эту необходимость смягчения? Пора ли это делать действительно? Ну, понятно, что каждая страна по-своему, но тем не менее. Я считаю, что пора. По двум причинам. Во-первых, любая эпидемия, она заканчивается. И сейчас во многих странах заболеваемость вышла на плоту или снижается, как в Китае, или снизилась очень существенно. Второй фактор – это то, что люди устают от карантина. И долго их держать под домашним арестом не представляется возможным. Эти две причины заставляют меня сказать, что да, пора. Что касается России, потому что там ситуация разворачивается, по крайней мере, сейчас, как мы видим по средствам массовой информации, можем судить по драматическому сценарию. Ну, как вы оцениваете ситуацию в России сегодня? Я бы не назвал этот сценарий драматическим. Да, у нас идёт рост количества заболевших. Наметился выход на плато, так называемая пила. Когда данные по количеству заболевших, количество заболевших день ото дня идёт вверх-вниз, вверх-вниз. Это указывает, что мы, возможно, выходим на плато. Но у нас мало смертей. Давайте это тоже учитывать. Чем опасен COVID-19? Потому что достаточно много людей всё ещё выступают в качестве скептиков и говорят о том, что этот вирус не опаснее гриппа. Ну, можно услышать такие мнения. Вот насколько эти мнения имеют право на существование сегодня, как вы считаете? Ну, это достаточно неприятный вирус. Хотя, конечно, ни чёрной оспы и не было заболевания, которые, скорее всего, приводят к летальному исходу. От COVID-19 многие выздоравливают. Увы, есть жертвы, и мы сочувствуем и семьям, и переживаем за всех погибших. Недавно у меня в Москве скончался очень видный медик, врач-реаниматолог Эдуард Николаенко. Им было 80 лет, и он работал с больными. Это потрясающий учёный и хороший человек, и мы со скорбью узнали, что он скончался от этого заболевания. Но, понимаете как, надо думать о выздоровевших, при том, что мы испытываем сочувствие к семьям погибших. А выздоровевших много. И если я скептически отношусь к коронаскептикам, то всё-таки я скептически отношусь и к тем людям, которые находятся в состоянии паники. Это у меня кашель, не имеющая отношения к рассматриваемой теме. Это такое важное уточнение сейчас любой человек, который закашлялся. У нас видеоконференция, а кто-нибудь сейчас расскажет, что через 5G в вышке коронавирус передаётся в Латвию из России. Из этого сделают хороший политический шум. Я шучу. Понимаете, надо относиться ко всей информации взвешенно и собранно. Не надо бояться, но не надо быть беспечным. Вот моё мнение. Как относитесь к тем людям, которые сегодня говорят? Это довольно распространённое мнение о том, что коронавирус, новая коронавирусная инфекция COVID-19, не серьёзнее, не заразнее обычного гриппа и так далее. Вот все вот эти вот аргументы, которые давно уже оспорили специалисты, тем не менее они продолжают существовать в обществе и даже прогрессировать. Ну, понимаете, мы будем иметь полную статистику только по прошествии нескольких месяцев. Сколько человек умерло именно по этой причине, не от сопутствующих даже заболеваний, отягощённых коронавирусной инфекцией, а именно от пневмонии, вызванной этим вирусом. И тогда можно будет сопоставить со смертностью от гриппа. Мне так трудно сравнивать. От гриппа умирает очень много народу. Ещё больше умирает от малярии, от других заболеваний. Не надо забывать под этот коронавирус о постоянных угрозах, которые есть для человечества со стороны микромира. Это и вирус иммунодефицита человека. Он никуда не делся, хотя о нём сейчас мало пишут. Упомянутая малярия, другие заболевания. Есть арбовирусные лихорадки. Передаваемые насекомыми. Это всё опасные вещи. Может быть, в ряде случаев не все, некоторые широко распространённые, как СПИД. А, скажем, вот эти лихорадки или вирус Эбола, они достаточно узкие географически, но при этом весьма опасные. Обо всём этом надо помнить, потому что вновь приходящая проблема не должна закрывать предыдущие проблемы, которые уже описаны. Вот вы упомянули лихорадку Эбола. И ведь там, как я понимаю, узкость и узость распространения связаны с тем, что это слишком быстро этот вирус убивает человека и, соответственно, просто не может иметь такого распространения, как COVID-19. Опасность COVID-19 – это долгий инкубационный период и относительная безопасность, потому что он может быстро распространиться и использовать человека как носителя довольно долгое время. Совершенно правильно. Чем более смертоносен вирус, тем он меньше имеет хождения, потому что он просто… Понимаете, как убить организм для вируса – это тупик. Мы, конечно, не считаем, что у вируса есть свобода воли и цель, но если такую цель усмотреть, то погубить человека для него является очень глупой целью. Это тупик. Ну, невыгодно вирусу убивать своего носителя. То есть так можно сказать. Если у вируса есть выгода, то невыгодно. Что касается бессимптомных носителей, как мы знаем, их довольно много, по крайней мере, исходя из той информации, которую нам сообщает и Всемирная организация здравоохранения, и вирусологи-специалисты. Если у многих людей, скажу так, вирус протекает бессимптомно, значит ли это что, контролировать его распространение невозможно? Ну, чего же невозможно? Вот предпринимаемые в разных странах санитарные меры, они, ну, можно спорить об их эффективности, но я думаю, что они не бесполезны. Это маски, перчатки, ограничение контактов, прежде всего. Опять же, вот эта самая собранность, не надо быть беспечным, когда пришла вот такая беда. У нас, да, есть звонок, примем звонок, слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Александр. Скажите, пожалуйста, вот как вы смотрите на то, чтобы рассматривать вот эту вот, так сказать, шумиху со всем этим коронавирусом в более широком плане, грядет новый технический уклад? Вот, например, в Южной Корее 68% на 68% уже автомобили собирают роботы. То есть вы представляете, какое количество людей становится просто лишним. И в существующей системе социально-экономических отношений и этих людей просто некуда пристроить. Да, задавайте вопросы, Александр. И вот, как вы думаете, соотнести вот этот вот, так сказать, коронавирус и все вокруг, вокруг шумиху, вокруг него и вот этим вот, так сказать, грядущим техническим укладом? Спасибо. Спасибо вам. Ну, тут сразу несколько вопросов. Я думаю, что технический прогресс никогда не сделает человека ненужным. И люди займутся просто другими вещами. Не обязательно всем крутить гайки на сборочных комбинатах. Что касается коронавируса, то он, несомненно, коронавирусы, те вирусы, которые, несомненно, воспоследуют в другие годы, не на следующий год, я думаю, но инфекции еще будут. Это неизбежно влияет, конечно, на цивилизационный уклад во всех странах мира. Но не думаю, что он будет таким поворотным, я бы так выразился. Другие факторы влияют на занятость, структуру жизни, цифровизацию. Это не вирусные факторы, не болезни. Вам, как ученому-вирусологу, COVID-19 интересен? Есть что-то в нем такое, что может заинтриговать ученых, занимающихся профессиональной вирусой? Да, это очень интересный вирус. Вирусы делятся на две большие группы. Это интересные вирусы и неинтересные. Вот SARS-CoV-2 относится к первой группе. Он очень интересный. Ну, чтобы было нашим радиослушателям хоть что-то понятно, из специальных вещей, я буду их избегать. Вот мы с вами, уважаемые радиослушатели, мы как бы большие объемы информации. Представьте себе, что вся наша информация записана в ДНК. Это такой хард-диск. Но, между прочим, у бактерий кишечной палочки или сальмонеллы геном тоже в виде хард-диска ДНК, если сравнить с компьютерным миром. Только это маленький хард-диск. А вирус — это флешка. Это рибонуклеиновая кислота. В данном случае есть и ДНК, и вирусы. Но мы их сейчас не рассматриваем. В настоящее время самые опасные вирусы — это РНК-содержащие. И так это флешки, небольшие объемы информации. Так вот, среди вот этих флешек самое объемное у коронавирусов. И там есть много интересных функций, которые отсутствуют у других РНК-содержащих вирусов, принципиально новых и обнаруженных недавно. Потому что в связи с прошлыми эпидемиями SARS-CoV-1, вирус атипичной пневмонии и МЕРС выделили существенные средства на фундаментальные исследования коронавирусов. И было многое сделано. Там есть поразительные совершенно особенности. Чем коронавирус? Какая его особенность? Главное, может быть, если ее можно просто объяснить для наших слушателей и для нас. Ну, очень большой объем этой флешки, очень большая РНК, ставит проблемы в точности копирования информации. Потому что вирусные ферменты, которые умеют перезаписывать информацию, то есть делать копии РНК, они, в принципе, довольно неточные ферменты. Так вот, у коронавируса в связи с тем, что у него до 41 тысячи нуклеотидов длина вот этой рибонуклеиновой кислоты, которая содержится в частицах с шипами, есть необходимость повысить точность. И для этого там есть активность так называемая вычитывание гранок, то есть корректирующий такой фермент, который, если где-то не точно, не ту букву поставила случайно, вирусная полимераза, он ее удаляет, и полимераза снова продолжает строительство новой цепи, исправляя ошибку. Вот это одна из самых таких поразительных особенностей, потому что активности вычитывания гранок есть в ДНК-полимеразах, например, таких, которые есть в моем организме и, я уверен, в организме уважаемых ведущих и всех радиослушателей. Это повышение точности копирования ДНК. Так вот, у коронавирусов совершенно другой мир, это рНК-овый мир. Ни одного прецедента до недавнего времени не было, чтобы была такая активность. У коронавирусов есть. Можно ли говорить, что на этой флешке есть информация, подтверждающая естественное происхождение коронавируса? Можно. Ходили слухи о том, что это может быть искусственный вирус, чуть ли не биологическое оружие, или что была ненамеренная утечка из лаборатории в Ухане, где производили такие опыты. Но понимаете как? Представьте себе, что вирус этой информации не в виде флешки, а в виде книжки. И какую-то страницу вырвали и вклеили другую. И вирус приобрёл новые свойства. Так вот, нам, специалистам, эта склейка видна. Это либо клей, либо скотч. Но мы бы увидели. Так вот, анализ близких коронавирусных геномов и этого генома, SARS-CoV-2, достаточно убедительно показывает, что этот вирус естественный. Когда мы говорим о вирусах, и понятно, что, наверное, задавать вопросы о смысле их появления, всё, что относится к природе, они не имеют смысла, простите за тавтологию. Но, тем не менее, есть ли объяснение того, для чего природе нужны вирусы, для чего эволюции нужны вирусы, для чего они вообще появились на Земле, в чём цель их создания? Ну, опять-таки, есть ли у природы цель? Проще всего это объяснить было бы актом креационизма, создания. Но если мы рассматриваем с точки зрения эволюции появления вирусов, то тоже можно некие гипотезы сформулировать. Хотя они не будут особенно крепко на чём-то основаны, потому что эволюция такая штука, что никто из нас там свечку не держал. Ну, например, что могло бы быть? Вообще был, может быть, когда-то, в самом начале, древний как раз эронковый мир, из которого произошли ДНК, содержащие клеточные организмы. И, может быть, вирусы были всегда и были до шерихи и коли, кишечной палочки, человека, комаров, аллигаторов и других животных, и растений. Может так. Есть гипотеза, что вирусы возникли в результате упрощения, что это сбежавшие интроны, например. Есть такие куски ДНК, которые в какой-то момент освободились освободились и зажили своей независимой жизнью. Есть разные гипотезы. Я не особенно увлечён этой тематикой, потому что это то, что невозможно доказать. Вот то, что мы в состоянии сделать, это сравнивать последовательности рибонуклеиновой кислоты и белков существующих вирусов и усмотреть некие эволюционные связи между ними. Кто от кого произошёл, как разделился геном и к кому попал ген какого белка и откуда. Это можно сделать. Это интересная часть тематики вирусной эволюции. А вот неизбежно будут умозрительными все рассуждения о том, откуда вирусы взялись. Давайте будем для простоты считать, что их послала нам воля Творца за наши грехи. Ну есть, наверное, можно ли сейчас учёные, то есть могут ли объяснить происхождение новых вирусов? То есть откуда появился COVID-19? Понятно, что там говорили про летучих мышей. Но как происходит процесс рождения нового вируса? То есть он возникает из ниоткуда или это некая мутация других уже существующих вирусов? Или он просто рождается как новый такой класс? Второе. Именно как изменение. Там не только мутации, то есть изменение одной буквы. Там может происходить замена кусков естественным образом, причём, заметьте себе, вставки. И в результате появляется из, скажем, вируса летучих мышей определённого изолята или подтипа может появиться новый вирус с новыми свойствами, который попадает в человеческую популяцию. И, наверное, он прошёл даже ни одного теплокровного хозяина, не только летучую мышь, но ещё панголина, а всех этих животных и чешуйчатых панголинов и летучих мышей в Китае, к сожалению, употребляют в пищу зверская и безобразная привычка, потому что с природой надо обращаться в перчатках. А там всех этих животных держали на рынке, в клетках, и, возможно, прошедший через одного или двух хозяев коронавирус отмутировал таким образом, что он был готов к заражению человеческой популяции. И через, скажем, помёт животных, пыль, экскременты, кожу, частицы кожи, скажем, летучих мышей, он попадает на больного номер ноль. И, увы, эпидемия начала свой марш. А нулевой пациент, вот это такой вопрос, который очень часто поднимают в художественных фильмах, я подчеркну, например, есть фильм «Эпидемия» с Дастином Хоффманом, есть фильм «Заражение» с Одерберг, который многие посмотрели в связи с пандемией COVID-19, и в этих художественных фильмах как раз ищут нулевого пациента, потому что он обладает особыми свойствами, то есть его кровь обладает особыми свойствами. Это художественный вымысел или нулевой пациент действительно для науки имеет значение и что-то там можно найти, какой-то ответ на вопрос. Нулевой пациент совершенно бессмысленен с точки зрения особых свойств его крови, ничего там особенного в нулевом пациенте не было. Я в этом почти уверен. Это просто человек, который первый заболел ядом от животного, я уверен даже в этом, SARS-CoV-2. Вот и всё. И выяснение больного номер ноль интересно только с точки зрения эпидемиологии. Вот как эта болезнь забралась в человеческую популяцию. Кто был этот человек? Работал ли он с животными? И так далее, и так далее. Вот это интересно. А особых свойств этот человек не имел. Это был, наверное, как герой романа Мюзиля, человек без свойств. Обычный человек. Ну а переливание крови от человека, который переболел коронавирусом, к тому, кто заражён, может каким-то образом помочь выздороветь ему и создать иммунитет, возможно? Переливание плазмы имеется в виду. Плазма форез основана на том, что плазма переболевших содержит антитела к данному коронавирусу. И, конечно, они даже в тяжёлых случаях эффективны и помогают людям, которые страдают от болезни в острой фазе. Хороший метод, да. Но пока его не применяют. В России доктор Воробьёв является сторонником горячим этого метода. Он его первый стал пропагандировать, я с ним совершенно согласен. Павел Воробьёв очень хороший специалист. И он в этот метод применяется, ищут доноров переболевших, берут плазму и кровь из неё, плазму и делают переливание и спасают людей таким образом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, купил блокатор вируса, но, тем не менее, это ему не помогло. Вот как вы относитесь к подобным гаджетам вроде блокатора вируса и что думаете об этом? Я думаю, что блокаторы это чепуха, и я не уверен, что Песков купил этот блокатор. Ну, была фотография, по крайней мере. Можно по-разному относиться к данной политической фигуре ради Бога, но он впечатление дурака не производит, мне так кажется, по его выступлениям, и вряд ли он купил такую вещь. Но если даже для шутки и купил, то не следуйте примеру тех, кто покупает такие приспособления, уважаемые слушатели радио. это бессмысленно. Вот наши радиослушатели также делятся своими рецептами, мы всегда в эфире предупреждаем, что необходимо консультироваться со специалистами. Вот одна из историй связана с тем, что один из наших слушателей говорит, что он маску промачивает спиртом и таким образом защищает себя. Вот насколько это эффективный способ? Мне этот способ представляется неэффективным. Хотя вдыхание паров алкоголя это хорошая альтернатива более известному способу употребления этой жидкости и, наверное, какие-то приятные ощущения вызвать может. Но от вируса это не спасет. Инактивировать вирус алкоголь не в состоянии. Это если протирать руки, это может помочь, но пары, там концентрация конечная будет ничтожна и на вирус это не повлияет. Но даже чтобы протирать руки концентрация, как мы знаем, должна быть более 65 или даже 70% спирта для эффективности. Ну, да, да. А если 40% раствором этанола промочить маску, мне не представляется, что это будет надежной преградой от КОВ-2. у нас звонок. Да, звонок радиослушательной линии, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, из того, что вы сказали пару минут тому назад, из вашей версии молевого пациента, скажем так, этим молевым человеком является как минимум житель Китая. Не будем говорить о национальном предотвращении. Значит, значит, версия о том, что это одним из этих нулевых источников были американские военнослужащие, прибывшие в Китай для участия в военных военных играх, она, на ваш взгляд, полностью отпадает. Да? Спасибо. Спасибо. Мне кажется, что эта версия сомнительна, потому что если бы это было так, то эта инфекция раньше бы распространилась на базах США, а она распространилась в городе Ухань, значит, скорее всего, путь этой инфекции был иным. Мои слушатели США, я думаю, ни при чём. Ещё один вопрос, который задаёт наши слушатели, передаётся ли заболевание от умерших людей, и почему, во всяком случае, в СМИ можно это опять же увидеть, хоронят в цинковых гробах, в закрытых гробах, и стараются тоже там, чтобы люди соблюдали меры изоляции. То есть, от человека, который скончался, вирус передаётся ещё живым? Ну, нет, конечно, потому что вирус может передать человек кашляющий, а кашлять могут только живые. А похороны в цинковых гробах это некая такая, знаете, излишняя перестраховка. Людям надо показать, что они приняли все меры. Делается ли это сознательно или под воздействием паники. Это глупо, и это совершенно не нужно. Как не нужно, скажем, дезинфицировать стены, здания и тротуары, потому что вирус живёт на таких поверхностях малое время. Когда капля мокроты с вирусом высыхает, то вирус более не передаётся на руки. Соответственно, когда мы трогаем руками нос и глаза, могло бы передаться здоровому человеку инфекция. Но вот такая дезинфекция повальная, она бессмысленна. По крайней мере, в общественном транспорте, может быть, в больницах это не бессмысленно. Вообще, как мы видим, врачи заболевают очень часто, увы, потому что они находятся в эпицентре, где много вокруг, ну, инфекционный фон высокий, давление инфекции очень существенно. В больницах, наверное, надо вот так стерилизовать. Ну, а в обычной гражданской жизни это мера излишняя. Если говорить о будущем, иммунные паспорта, эта тема сейчас беспокоит многих, вот это ли будущее, вы считаете, и насколько разумна такая мера, вводить ее в государство? Расскажите мне об иммунных паспортах, как вы их понимаете? Ну, те, кто переболел, будет иметь, ну, там разные есть, опять же, сейчас кто-то говорит, что дискриминация, есть разные примеры этих иммунных паспортов, насколько я понимаю, это перечень, во-первых, прививок сделанных или же также отметка, если, например, человек переболел коронавирусом уже, это будет в документе зафиксировано? Я думаю, что собирание такой информации не затрагивает прав человека, информация должна быть закрыта, доступна медикам, и в собирании этой информации я не вижу ничего плохого. Это полезно. Понимаете как, вот люди склонны к панике, сейчас все волнуются насчет коронавируса, но также люди волнуются и насчет того, что происходит тотальный контроль, большой брат следит за тобой, все наши личные данные будут как-то использованы. Я скажу про себя, я об этом совершенно не забочусь, мне скрывать нечего. Может, кому-то нужно скрывать свою иммунную историю, но пусть он позаботится о том, чтобы эти данные не попали к третьим лицам. Вообще, я считаю, что у медиков такая история может быть. Иммунный паспорт в электронном виде в каких-то институтах с хорошей репутацией может сохраняться. Вреда это никому не нанесет, а Польжу дать может. Что касается иммунитета, как иммунитет формируется от COVID-19 и формируется ли, потому что, опять же, приходится слушать и слышать разное мнение, что люди, которые переболели, заболевают снова, соответственно, нет антител. Что известно? Я бы со скоротностью трактовал доступные данные, потому что просто прошло слишком мало времени. Мы об этом сможем судить через месяцы. Понимаете, как пойдет ли повторная волна, не пойдет. Китай первым вылез из этой инфекции, из эпидемии. И вот, скажем, данные из Китая, если они будут открыты, будут очень важным подспорьем, потому что они раньше через это прошли, на месяц-полтора, будет важным подспорьем, чтобы себе представить, насколько силен иммунитет против нового коронавируса, насколько он устойчив, потому что ко всем вирусам иммунитет не равен один другому. Он всегда индивидуален. Будем смотреть. Сейчас пока слишком мало времени прошло. Ну что ж, нам уже пора заканчивать, но хотелось бы в завершении эфира спросить вас, вы ведь также являетесь блюзовым музыкантом, вы лидер группы «Черный хлеб». Как это совмещается у вас? Да вы знаете как, это просто осторожность. Если ко мне не будет спешить Нобелевская премия, то я тогда замахнусь на Грэмми. Это, по-моему, вполне такой разумный шаг в моей жизни. А если серьёзнее говорить, то это занимает просто разные части дня. день и вечер. И человек способен сделать гораздо больше, чем он порой думает. Некоторые люди приходят с работы, говорят, как же я устал. Ну, а некоторые люди работают больше, я не себя сейчас имею в виду, а просто некоторых людей, которые оптимистично смотрят на жизнь и находят место в жизни для самых разных занятий. Ну, я только маленькое уточнение сделаю, что группа «Чёрный хлеб», к сожалению, сейчас не собирается или собирается совсем редко. У меня новая группа, которая называется «Блюз Спиннерс». Это блюзовые рассказчики, можно так перевести для русскоговорящих слушателей. Мне очень нравится эта группа, и я получаю огромное удовольствие от этой деятельности, сравнимое с молекулярной вирусологией. То есть «Блюз» и «Наука» идут где-то рядом в плане эмоций, которые они вызывают. По крайней мере, они не мешают друг другу. Я не чувствую, чтобы мешали. Ну что ж, ваше выступление можно найти в Ютубе. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Алексей Аграновский, доктор биологических наук, вирусолог, музыкант, был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Здоровья всем радиослушателям, берегите себя и старших родных.